МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дорогие сородичи, уважаемые телезрители! Мы, представители северных народов, приветствуем вас на благодатной Амгинской земле в дни весеннего равноденствия, в дни праздника Сехоланхо. Будьте с нами сегодня! Свети северное солнце, согревай северную землю, Согревай тундру, свети народу, солнце ярче, веселее, Чтоб был согрет и счастлив северный человек. Народы севера за жизнь свою благодарят тебя. О, северное солнце, народы севера благодарят тебя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Тотемное животное у народов севера. Это животное силой и энергией, которого мы ощущаем тесную связь в течение всей нашей жизни. Священной тотемной птицей у эвенков Гагара. Она помощник бога Сывыки. По легенде, Гагара достала со дня великого ламбулдяр Маленький кусочек земли, который вынесла в клюве. Птица Гагара – посредник между нижним миром Хергубуга и срединным миром Тулинбуга. Она исполняла роль носителя шаманской души, водной стихии. Символ белого медведя Удалган символизирует Арктику, ледовитый океан. Цвет, льющийся с небес. Белый цвет чистоты и невинности. Покровитель добрых, справедливых и мудрых людей. Заяц у лесных югагиров имеет древние связи с культом предков и тотемными представлениями. В сказке о Зайце основным своим потаённым смыслом имеют указания на Луну, её циклы и всё, что с ней связано. Именно поэтому на Луне живёт лунный Заяц. Именно поэтому любвеобильный Заяц является уважаемым тотемом древнейших югагирских родов. Легенду, что слышали в давние годы. Нам не забыть и в последний день. Ведь для Ивена предание народа. Белый священный олень. Так пусть живёт и здравствует всегда наш верный друг олень. И как носил, пусть носит солнце на своих рогах. Дорогие сородичи, жители и гости стойпища коренных малочисленных народов Севера. Наши народы проведут обрядовые действия для благословения и разрешения у духов верхних божеств Амгинской земли. Обряд для северян священен всегда. В нём души ушедших и их голоса. Покуда обряд в каждом сердце живёт, жить будет вечно наш народ. Обряд Севекмо проводят старейшины эвентийского народа. Обряд умасливания ритуального столбика. Ритуальный столб Севекмо состоит из трёх ярусов, представляющих три мира. Угу-Буга на верхнем ярусе живут добрые духи. Дулин-Буга на среднем ярусе живут люди. Хэр-Гу-Буга на нижнем ярусе живут злые духи. Обряд благословения. После долгой полярной зимы Арктический Аннабар проводит обрядовый долганский праздник встречи солнца. Солнце по-долгански означает хейра. В этот день народ проводит окуривание местности, при этом звуками колокольчика произносит благопожелания. Обряд благословения у чикотского народа вызывает к божествам верхнего мира снизойти к людям среднего мира. По представлениям Чукчи, огонь – это посредник между человеком и высшим божеством. Солнце по-долгански означает хейра. Обряд провода охотника на промысел. Юкагиры перед выходом на промысел устраивают арку из двух деревьев. На арку вешают шкурки, белки, зайца, лисицы. Очищение проводят из поверья, что лес и природа чистые. И очищение охотника от домашних хлопот приносит удачу на охоте. Каждое лето эвенский народ проводили обряд встречи родов в летнее время после долгой зимы. Местность выбирали заранее, договариваясь. На встрече родов угощали друг друга дарами природы. Забивали оленя и угощали всех гостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...